Назначение пенсии в установленной законодательством сроки – одна из главных задач в работе территориальных органов Пенсионного фонда. Поэтому работа с лицами, выходящими на пенсию, начинается заблаговременно, для того, чтобы к моменту возникновения права на пенсию все необходимые документы были в наличии, а их содержание и оформление соответствовало законодательно установленным требованиям. Однако зачастую на практике получается так, что граждане обращают внимание на состояние своих документов, подтверждающих трудовой стаж, заработную плату и другие документы, необходимые для назначения пенсии, непосредственно в момент обращения в Пенсионный фонд за назначением пенсии. Практика работы с документами показывает, что в трудовых книжках часто встречаются исправления в датах, нечитаемые и неразборчивые записи, исправление фамилии, а также неточное именодопление должности, отсутствует дополнительное сведение по подтверждению факта льготной работы, дающей право на досрочную страховую пенсию по старости. Все разночтения в документах требуют дополнительного уточнения, различных запросов. Встречаются ситуации, когда при обращении за назначением пенсии будущему пенсионеру приходится искать и собирать дополнительные или недостающие документы. И в такой ситуации специалисты Пенсионного фонда при проведении заблаговременной работы подскажут, какие документы нужно собрать каждому конкретному гражданину, оценят сведения, содержащиеся в представленных документах, их соответствие данным персонифицированного учета, а также правильность оформления документов, примут необходимые меры по уточнению данных, содержащих неправильные или неточные сведения, и при необходимости из согласия гражданина могут оказать содействие в направлении запросов о подтверждении стажа, заработной платы и другой значимой информации для назначения пенсии. Для предварительной проверки и подготовки документов для назначения пенсии следует обращаться в Управление Пенсионного фонда по месту жительства или в фактическом проживании самостоятельно гражданам. Сделать это нужно заблаговременно, но не ранее, чем за год до даты возникновения права на пенсию и позднее двух месяцев до указанной даты. Документами, необходимыми для назначения пенсии, являются документы, подтверждающие возраст, личность, место жительства. Основным из таких документов является паспорт, а для иностранных граждан и лиц без гражданства видно жительство с отметкой о регистрации по месту проживания. Вторым документом являются документы, подтверждающие страховой стаж. Основным документом до регистрации в системе персонифицированного учета является трудовая книжка. Также в подтверждении стажа могут быть представлены иные документы, выдаваемые в установленном порядке, организации, цены и соответствующими государственными муниципальными органами. Это могут быть справки, выписки из книг приказов и другие документы. Документы о заработной плате. Для назначения пенсии может быть использована заработная плата за любые 60 месяцев, то есть 5 лет подряд, в течение трудовой деятельности, имевшей место до января 2002 года. Которая подтверждается справками о заработке с разбивкой помесячно, выдаваемые работодателями, либо государственными муниципальными органами на основании первичных бухгалтерских документов. Это лицевые счета, ведомости о начислении заработной платы и другие документы по заработной плате. Документами, подтверждающими право на досрочное пенсионное обеспечение в связи с работой в особых условиях труда, в необходимых случаях требуются справки организации о льготном характере работы и условиях труда. Приведенный выше перечень документов не является исчерпывающим. Подверждение некоторых обстоятельств могут быть представлены другие надлежащим образом оформленные документы. В настоящее время пенсионным фондом проводится также масштабная работа по заключению соглашений с работодателями о взаимодействии по представлению документов работников для назначения пенсии в целях заблаговременной их проверки. В рамках указанных соглашений кадровые службы организации передают по письменному согласованию с работниками документы на обработку и передачу персональных его данных. Содействие работодателей в заблаговременном предоставлении документов работников для назначения пенсии очень удобно, так как у граждан возникает возможность, не посещая управление пенсионного фонда, подать документы на пенсию. Также после того, как гражданин представил документы по заблаговременной работе, у него возникает право на пенсию, имеет возможность подать заявление на назначение пенсии, когда у него подходит возраст через единый портал госуслуг в личный кабинет застрахованного лица. Такой способ обращения за назначением пенсии в большинстве случаев делает необязательным личный визит гражданина в клиентскую службу пенсионного фонда. Для подачи заявления на назначение пенсии через личный кабинет необходимо совершить несколько шагов. Указать ряд данных заявителя, выбрать вид пенсии и способ ее доставки. При этом предусмотрена возможность указать или номер телефона, или адрес электронной почты заявителя на тот случай, если специалистам управления пенсионного фонда для своевременного назначения пенсии в полном объеме понадобятся дополнительные сведения. Право на страховую пенсию по старости возникает при достижении трех условий. Определенного возраста для мужчин 60 лет, у женщин 55 лет, наличие минимального требуемого страхового стажа и минимальной суммы пенсионных баллов. Например, для назначения страховой пенсии по старости в 2017 году нужно иметь минимум 11,4 пенсионных баллов и 8 лет стажа. Чтобы сформировать 11,4 баллов за 8 лет, гражданину необходимо заработать 1,425 баллов в год. Столько баллов в год начисляются с заработной платы в размере 10,403 рубля в месяц до вычета НДФЛ. Если гражданин получает зарплату на уровне 7,500 рублей, то для того, чтобы сформировать 11,4 пенсионных баллов к 2017 году, он должен иметь стаж порядка 11 лет. Важно знать, что баллы начисляются за каждый трудовой год деятельности только при официальном трудоустройстве, поскольку только с белой зарплаты работодатель начисляет страховые взносы на обязательное пенсионное страхование своего работы.